Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию обзор книг серии «Военное детство» издательства «Детская литература». Детство героев этих книг пришлись на годы сражений с нацистской Германией. Мальчики и девочки того поколения вместо уроков вставали к станку, терпели голод и холод фашистской оккупации и блокады, боевали в партизанских отрядах, становились разведчиками, принимали участие в сражениях. Все дальше от нас события того времени, но забывать их нельзя. Книги серии, напоминания и предостережения. Война – это злой страх, боль и потери. Она никогда не должна повториться. 24 марта 2021 года специальная серия книг «Военное детство», изданная к 75-летию Великой Победы, была награждена премией Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства в номинации «Литературное творчество». Николай Богданов, Иван Тигров Николай Богданов был участником двух войн прошлого столетия – финской и Великой Отечественной. Герои его рассказов не выдуманы. Автор собственными глазами видел, как вера в победу, настоящая дружба, смекалка и милосердие помогали защищать родину и решил рассказать об этом маленьким читателям. Это произведение про мальчика и его деда. Они остались одни наедине с фашистами, которые заняли их деревню Веретейка. Все жители убежали, а Ваня Куркин и его дедушка Севастьян остались. Дед задержался из-за рыболовных сетей, а внук не хотел без деда уходить. Вы узнаете, как смелый и находчивый мальчик не растерялся и придумал, как можно вывести из строя вражеский танк, за что и получил прозвище Иван Тигров. Владимир Богомолов, Иван Двенадцатилетний Иван – настоящий разведчик, герой, награжден Орденом Отечественной войны, медалью за отвагу. Маленький и незаметный, в тылу он делает эту взрослую работу лучше, чем многие старшие товарищи. Учиться он собирается, но потом, после войны, а пока он должен отомстить за свою семью, погибшего отца, убитую младшую сестренку, без вести пропавшую мать. Автор передает накаленную атмосферу перед наступлением наших войск, форсированием Днепра. Иван снова отправился в тыл врага. Нужно добыть новые сведения о противнике. Михаил Водопьянов, штурман Фрося Автор книги – советский летчик, генерал-майор авиации, герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов. События войны – важнейшая страница истории человечества, история России. Для нас это символ героических поступков людей, способных на все ради сохранения свободы и жизни своих родных, своей страны. Об этом и повествует сборник из восьми документальных рассказов. Здесь не только подробности боевых операций, но и будни простых советских людей, мужчин, женщин и детей, ставших настоящими героями. На плечи детей войны легла ответственность, с которой они справились, проявив незаурядную стойкость, храбрость и искреннюю любовь к родным людям и местам. Это стало важнейшей составляющей победы. Рассказ председателя сельсовета показывает, как изменила война жизнь страны, кто остался в селе, старики и дети, им и работать. Михаил Водопьянов совершил неплановую посадку в этом селе и совсем не ожидал увидеть в качестве председателя девочку-старшеклассницу. Но твердости духа ей не занимать и даже такая должность по плечу. Лев Кассиль, Федя из-под плава. Главный герой книги – мальчик по имени Федя. Он жил с родителями на базе флота подводного плавания или, как говорили моряки, под плава. Когда началась война, Федину семью эвакуировали, но корабль, на котором они плыли, попал под бомбежку. Все родные у Феди погибли, но сам он сумел выжить. И его пригрели у себя моряки-североморцы. Он стал их воспитанником. Федя писал на торпедах свои послания врагам. И так получалось, что торпеды, подписанные его рукой, часто поражали вражеские корабли. Но, несмотря на всю суровость того времени, он понял, что важно даже в войну учиться в школе. Наталья Кравцова «Ночные ведьмы». В книгу знаменитой летчицы времен Великой Отечественной войны герои Советского Союза Натальи Федоровны Кравцовой вошли короткие новеллы, повествующие о военных буднях летчиц прославленного 46-го гвардейского Таманского полка. Враги называли их «ночными ведьмами» и, как огня, боялись их маломощных фанерных самолетиков, бомбивших ночью с малой высоты, неуловимых и грозных. И не верили, что управляют ими вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со школьной скамьи. Сюжет книги основан на реальных событиях. Это уникальная возможность познакомиться с событиями Великой Отечественной войны по документальным историям того времени. Борис Павлов «Вовка с ничейной полосы» Сборник рассказов о детях, которые из-за войны были лишены детства, об их храбрости и честности, о далеко не детской внутренней силе, которая помогла им выжить и принимать участие в борьбе за победу. Это и Сережа Бабушкин из рассказа «Однофамильцы», который из захваченной немцами деревни сумел пробраться к нашим, обошел все немецкие патрули, ночью шел по болоту. Когда добрался до наших солдат, сообщил о том, что происходит в деревне, про немецкие укрепления. Ему нужно было вернуться, так как в захваченной деревне остался больной дедушка. На обратном пути он встретил фашистов. Что же случилось дальше? Смог 11-летний ребенок снова обмануть немцев? Смелому Вовке из рассказа «Вовка с ничейной полосы» было всего 10 лет. На его глазах фашисты сожгли деревню, убили много жителей. Он видел, как мучаются мать и отец, и мальчик ненавидел фашистов лютой ненавистью. С врагом надо бороться, мстить ему, но как? Из Вовки и его родителей немцы сделали живой щит, прикрывались ими, когда боялись обстрела со стороны советских войск. Вовка не знал, как ему поступить. Строил планы один фантастичнее другого, понимал их несбыточность. Наконец он решил, надо во что бы то ни стало пробираться к нашим. Как ему это удалось? Мальчик Федя, который мечтает быть летчиком и знает о самолетах столько, что даже взрослых удивляет своей эрудицией, вместе с друзьями спасает советского летчика. Выносливые, отважные, ловкие и храбрые. Но это все-таки дети, которые терпели все тяготы войны и делали все для приближения победы. Радий Погодин живи, солдат. Альке, шестнадцать. На фронт ушли его учителя, знакомые, даже тренер, молодая и красивая девушка-гимнастка. Значит, и ему на фронте самое место. И он, раздобыв на рынке форму не по размеру, тайком пробирается в военный эшелон. Страха перед войной Алька уже не испытывает, ведь он из блокадного Ленинграда и там навидался всякого. Он боится, что его не пустят воевать. Это повесть о преодолении себя, о внутренней борьбе со страхом, усталостью. Здесь нет подробного описания пережитого в блокаду, но это становится понятным по упоминаемым скользь моментам. Алька вспоминает, как он руками передвигал ноги, поднимаясь по лестнице, потому что иначе ноги просто не двигались. Здесь нет кровавых описаний боя, но есть та война, которую прошел сам Погодин, пехотная, окопная, с кровавыми мозолями от портянок, с маршем в пятьдесят километров за день, с болью в каждой клеточке тела после перехода. Валентин Сафонов, землянка. Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на годы Великой Отечественной войны. Село Клушино в Смоленской области, в котором жила многодетная семья Гагаринах, заняли немцы и установили новый порядок. Воспоминания родителей первого космонавта о тяжелых испытаниях военного времени легли в основу повести Валентина Сафонова «Землянка». Писатель рассказывает лишь об одном дне из жизни семьи Гагаринах, оказавшихся лицом к лицу с врагом. До войны они жили в просторном и светлом доме, построенном главой семьи Алексеем Ивановичем. Но пришли фашисты и забрали дом, выставив взрослых и детей на улицу без вещей и одежды. И снова отец строит новое жилье, землянку, в которой они в нечеловеческих условиях прожили семь месяцев. Но как пережить еще один день рядом с врагом? В материнском сердце Анны Тимофеевны Гагариной постоянная тревога за каждого члена семьи. Зачем отца увели в комендатуру? Что случилось со старшим сыном Валентином? Что задумала и куда исчезла 14-летняя дочка Зойка? Да и 9-летний Юра с младшим братишкой Борей что-то косо смотрит на немца Альберта, занявшего их родной дом. Валентин Сафонов с любовью и нежностью создает образ женщины-матери, передает ее чувства, страдания и делает ее главным персонажем повести. Всего один день Гагариных, представленный в произведении, вмещает и горе, и радость, страх и надежду, жизнь и смерть, а самое главное – веру в победу над фашистами. Феликс Семеновский. Повесть о фронтовом детстве. Писатель и журналист Феликс Михайлович Семеновский родился в 1933 году в Белоруссии. Его детство пришлось на суровые годы войны. В 1941 году фашисты полностью уничтожили поселок, где жила семья Семеновских. Было убито две тысячи мирных граждан. В числе погибших были родители Феликса. Оставшись сиротой, мальчик стал сыном полка роты разведчиков. Вместе с ними он и прошел всю войну, наравне со взрослыми, совершив немало подвигов. В послевоенные годы, получив военную специальность, Семеновский служил в танковых войсках, позднее работал в газете «Красная звезда», занимался литературным творчеством. В 1980 году вышла в свет самая известная книга Феликса Семеновского «Повесть о фронтовом детстве», в которой он рассказал юным читателям о своем детстве в годы Великой Отечественной войны. Книга неоднократно переиздавалась. Главный герой книги – десятилетний белорусский мальчишка Федя. В 1941 году мальчик должен был пойти в первый класс и с нетерпением ждал этого события. Но все планы перечеркнула жестокая и беспощадная война. На долю Феди выпало немало испытаний. Жизнь в оккупации, потери самых близких людей, бесконечный страх, голод, холод, тяжелая непосильная работа. Все изменилось с приходом светской армии. Разведчики пожалели мальчишку-сироту и приютили его, взяв на полное довольствие. Так Федя стал сыном полка. Учиться грамоте пришлось в перерывах между боями. Маленький отважный фронтовичок с честью выдержал все тяготы войны и совершил не один взрослый подвиг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова